Первый купеобразный кроссовер Infinity, модель FX, появился задолго до того, как это стало мейнстримом. Но затем покинул гамму марки. Его идеологическим преемником отныне станет модель QX55, которая удачно примерила знакомый образ. Так от старого доброго Infinity FX новому 55 достался лихой силуэт, подчеркнутый характерной формой бокового остекления. И хотя новинка создана из практичного QX50, дизайнеры немало постарались, чтобы перекроить образ исходника. Так купеобразный формат подчеркнут фирменным обвесом кузова, крупной решеткой радиатора, оригинальным оформлением кормы. Вдобавок, при такой же размерности колесной базы новый кроссовер получился длиннее и ниже своего донора. А вот интерьер один на двоих. Хотя 55-му адресованы более дерзкие сочетания цветов, вроде отделки салона черной и красной кожей. Также никуда не делся двухлитровый турбомотор, знаменитый переменной степенью сжатия. С ним, как прежде, состыкованный вариатор и полный привод. И, конечно, Infinity нельзя представить без рулевого управления, где связь между рулевым колесом и передними колесами осуществляется по проводам. Вдобавок новому Infinity достанется актуальная версия трассового автопилота ProPilot Assist. В России свежий QX55 должен, что называется, хорошо зайти. Ведь FX наша публика почти боготворила. Но старт продаж придется подождать примерно полгода. Марка Renault продает в Индии почти то же самое, что в России. Дешевые модели, адаптированные к местным налоговым условиям. Вот только аналог российского Каптюра индийцам не понравился. Поэтому взамен Renault готовит меньший кроссовер. На агрегатах представленного недавно Ниссана Мигнайт. Того самого, который мог бы стать Датсуном. Но этой марки, считайте, уже нет. А вот новое Рено Кайгер точно будет. Пока представлен шоу-кар, но товарная версия будет отличаться только деталями. Четырехметровая машина заточена под Индию, для которой сгодится самая дешевая платформа из ассортимента Альянса. Отсюда и строго передний привод. Литровый трехцилиндровый мотор предложен в атмосферном и турбированном вариантах. Производство в Индии развернут через несколько месяцев, а затем Кайгер освоит и другие рынки. Но какие именно, пока неизвестно.